Северный город В ЗК имени Наймошу на 2 марта прошел концерт, приуроченный к 45-летию города. В Краевическом музее прошел торжественное открытие выставки женского рукоделия. Традиционный конкурс «Снеговик» собрал устилинцев в морозную субботу. Турнир по хоккею с мячом среди ребят младшего возраста прошел на стадионе «Лисохимик» в минувшее воскресенье. Юные устилинские шахматистки сразились в канун Международного женского дня. В период с 26 февраля по 4 марта на территории города Устилимска и Устилимского района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Все они, к счастью, без жертв. Детали некоторых случаев доложила инспектор ГИБДД Алена Ященко. 26 февраля в 16.30 на территории лесопромышленного комплекса при проезде железнодорожного переезда 53-летний водитель грузового автомобиля «Шахман» нарушил требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и допустил столкновение с тепловозом. В данном происшествии повреждена только техника. 2 марта около 15 часов в районе дома номер 3 по улице Романтиков 36-летний водитель автомашины «Сан Йонг» не выбрал достаточную дистанцию, обеспечившую безопасность движения и допустил столкновение с автогрейдером. В это же время выезжающий с прилегающей территории водитель автомашины «Тойота» допустил столкновение с данным микроавтобусом. В тот же день около 18 часов в районе поселка Сибирский 64-летний водитель автомашины «УАЗ» не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с имеющимися дорожными и метеоусловиями, в результате чего не справился с полевым управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ». Возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято правовое решение. По статистике, большинство аварий случаются в темное время суток. На дорогах автомобилисты ведут себя невнимательно, выбирают скорость движения, неподходящую метеоусловием. Также за прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции было задержано 11 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Трое автолюбителей управляли автомобилем без прав и отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Двум из них суд уже назначил наказание в виде ареста на срок 10 и 11 суток. Третьему нарушителю еще предстоит предстать перед судом. Ему грозит арест на срок до 15 суток. Остальные будут лишены прав на управление транспортом со штрафом в 30 тысяч рублей. Всего за февраль было задержано 73 пьяных водителя. В отношении 8 возбуждены уголовные дела. Лишение прав и штраф их не остановили, и они вновь сели за руль под шофе. Есть и такие, которых не пугает даже перспектива оказаться за решеткой. Александр Владимирович, сейчас при понятых предлагаю вам пройти процедуру освидетельствования. Здесь на место согласны пройти? Да. Все. Процедура. Не знаю, понятно. Сюда выдыхайте в течение 3-4 секунд до щелчка. Отходите. Еще, еще, еще. Дышите. Все. Александр Владимирович, послух, пожалуйста. Ну, не слышите. Понятые? Ну, а 4-4. Александр Владимирович, согласны с сегментами с вами? То есть у вас установлено состояние, согласны? Так, 24 февраля около часа ночи по улице Дружбы Народов был задержан 40-летний устелемец. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян, и это оказалось уже не впервой. Лишенный в апреле 2016-го, он через два месяца вновь сел за руль нетрезвым. В наказание получил 200 часов обязательных работ. Однако предупреждение об ужесточении ответственности в случае повторного нарушения ненадолго образумило мужчину. Уже в ноябре 2017-го он в очередной раз управлял авто, хорошо приняв на грудь. Уголовное дело было направлено в суд, а в настоящий момент по последнему факту возбуждено еще одно. Вероятно, в этот раз суд не ограничится обязательными работами. Минувшую зиму можно уверенно считать теплой, обморозившим щеки и конечностей. Если в холода под 40, придется поспорить со статистикой, подготовленной сотрудниками Усть-Алимской метеостанции. По их словам, среднегодовая температура в прошлом году составила всего минус полградуса по Цельсию. Это почти в два раза теплее, чем бывало и, можно сказать, аномально для местности, приравненной к Крайнему Северу. За последнее время самым холодным оказался 2004 год, когда среднегодовая температура была минус 4 градуса, а самым теплым – 2015. При этом метеорологи признали, что эти данные нельзя считать абсолютно объективными, потому что их оборудование расположено возле плотины ГЭС, где летом примерно на 5 градусов холоднее, чем в городе, а зимой, наоборот, немного теплее. Во Дворце культуры имени Наймушина 2 марта состоялось закрытие 22-го городского месячника патриотического воспитания детей и молодежи. Фестиваль «Усть-Илимск. Молодость. Мечта» на концерте, посвященному 45-летию города Усть-Илимска, побывала наша съемочная группа. В легендарном месте трех ударных комсомольских строек объединились в едино юность, молодость, мечта. За необъятные просторы, красоту и щедрость мы славим наш могучий край. Главное наше богатство и будущее города Усть-Илимска – это, конечно же, дети. Именно они весь вечер блистали на сцене. С помощью красочных танцев, проникновенных песен, юные выступающие показывали свое творчество и любовь к родному краю. Девчонка, выпускница, неумеха, с глазами опаленными зарей, не резала, не мерила, приехала, увидела, услышала, узнала. Усталость рук, таежные мотивы, недоуменье вписано в дневник. Кто мог сказать, что в мире нет счастливых? Не верьте, люди, я одна из них. В своих сердцах и творчестве хранят память и многолетнюю историю нашего города жители-ветераны Усть-Илимска. Усть-Илимска Пропитанный любовью к России, к Усть-Илимску, концерт прошел на одном дыхании. Очень радует, что сказанное выступающими со сцены не осталось только на словах. Патриотизм видно и во взгляде. Дарья Мозгалева, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 3 марта в стенах Усть-Илимского краеведческого музея прошло открытие выставки «Мастериц рукоделия. Перезвон талантов». Мероприятие ежегодно собирают профессионалов и любители вышивки и бисероплетения. Удивительные экспонаты и интересные рукодельные проекты посетители смогут увидеть до конца марта. На выставке «Рукоделия. Перезвон талантов» представлены не просто вышитые бисером картины, а настоящие шедевры. Это удивительные живые полотна, где посредством иглы и нити искусно переданы полутени, тени, переливы красок. В отдельных работах использовано до сотни цветовых оттенков. Нередко в искусстве вышивальщиц говорят, как об изящном и легком. Хотя на деле все не так. Изготовление каждой картины – процесс трудоемкий и длительный. Иногда от момента задумки композиции до ее полного завершения проходит по году и более. Вандина Андреевна эту работу вышивала три года. Скажите, а вот вас-то что восхитило в этой картине, чтобы сделать копию крестом? Я никогда не буду вышивать картины, которые не нравятся. А если что-то понравится, то уже начинаю. Ну, вот первый верх, вот так вот, сверху я начинаю вышивать. Там темно-темно. Ой, думала, брошу. А потом, когда начали вырисовываться фигуры, уже стало интересно. Тут я уже думаю, ладно, я сделаю. Поэтому беритесь за сложное и будет удовлетворение. Вышивание картин – особый вид искусства, близкий к живописи. Подобно художнику-живописцу, мастера рукоделия дарят нам радость общения с прекрасным. Поскольку вышитая картина впечатляет не меньше, чем созданная красками и кистью. Умельцы обладают тонким художественным вкусом, а мастерство приходит с многолетним опытом. Каждый раз, когда смотришь на эту выставку, думаешь, господи, чем же в следующий раз рукодельницы могут удивить? Что еще можно сделать такое, чтобы вызвало восторг, восхищение? Вот знаете, у таланта нет границ. Спасибо вам огромное за ваше душерное тепло. Все ваши работы сделаны действительно тоненькой-тоненькой, иголочкой и ниткой. Вот знаете, вы как будто бы связываете воедино. Вот самое дорогое, что у нас есть, пусть мир и покой будет в ваших душах. Творите, радуйте, восхищайте. Вы достойны настоящего восхищения. Спасибо за праздник. Работы мастериц не просто светлые и красивые. Они дарят тепло рук и души их авторов, их энергетику, удивительно добрый и светлый взгляд на мир, душевную искренность и чистоту. Когда смотришь на работы, то всегда понимаешь одно. Эти работы, эту красоту могли сделать очень талантливые руки, очень добрая душа и очень хорошие женщины. Есть, наверное, мужчины, которые тоже делают примерно что-то подобное, но их значительно меньше, чем у вас. А поскольку впереди, ровно через неделю, ваш праздник, то хочу вас поздравить международным женским днем. Пожелать, чтобы у вас все было хорошо, чтобы радовали вас дети, внуки. И вообще, на следующей выставке ваши работы тоже будут красивые, классные. И на эту выставку будут приходить люди и любоваться тем, что было сделано. И хочу еще раз одно сказать. Я сегодня попал прямо с корабля на бал, поскольку у нас сегодня, два часа назад, мы запустили новое производство по переработке резины. И вот прямо я оттуда приезжал, приехал к вам вообще. Сегодня вообще для меня праздник. Приехать там, решить производственные вопросы, приехать здесь, посмотреть такую классную выставку. С праздником вас еще раз. Всем спасибо. Сюжеты рукоделия многообразны. Живописные пейзажи и натюрморты, портреты, красочные букеты, иконы и копии шедевров мировой живописи. Многими работами можно восхищаться бесконечно. Посетить эту выставку стоит каждому. Проработает она в Краевическом музее до конца марта. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Минувшую субботу на территории курорта «Русь» прошел один из самых любимых зимних праздников «Снеговик-2018». В конкурсе по лепке снежных фигур принять участие мог любой желающий. Состав команд не превышал 10 человек. Возраст не ограничивался. Кто же стал победителем и какими снеговиками удивляли зрителей, узнаем из следующего сюжета. Для участия в конкурсе по лепке снеговиков в разных тематиках зарегистрировались 15 команд. Общественные и некоммерческие организации, образовательные учреждения, предприятия, сборная ветеранов, ученики школ города. Каждый заранее подготовился. Нарисовал эскиз, собрал инвентарь, утрамбовал снег на своей площадке. А после праздничного открытия все приступили лепить. Несмотря на морозный день, скульпторы с энтузиазмом и особым интересом подошли к делу. Чего только нельзя было встретить на территории курорта «Русь». Мы команда «Ну погоди!» Наш девиз «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!» «Ну погоди!» Победа ждет нас впереди! Пока конкурсная комиссия совещалась, всех присутствующих пригласили погреться на концерт бардовской песни, который проходил внутри здоровительного комплекса. После чего состав жюри определил лучших. Их было по трое в каждой номинации. Первая – юбилей земли Елимской. 45 – городу и 50 – району. Лучшими в этой категории стала команда романтики детского сада номер 17. Второе место занялась семья Телешковых. И почетная третья досталась на Вокаину – поликлиника номер 2. Большинство фигур были посвящены номинации с футболом по жизни. «Оле! Оле! 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 Россия вперед!» Победителями футбольной тематики стала команда «Ну погоди!» детского сада номер 32. Вторую ступень из списка призеров занял 25-й детсад «Зайчик». Третью – сад «Сороконожка». В маскараде снеговиков первое место заслужила команда ветеранов ЛПК «Высшая лига». Второе – центр содействия специализации детей инвалидов и их семей «Семицветик». Третье – совет пятого микрорайона «Пятерочка». Отдельными призами поощрили учеников девятой школы и Устилимского лицея. Всех наградили грамотами, сладкими пирогами, сертификатами на оздоровление. Горожане остались довольны и получили заряд бодрости и хорошего настроения от активного отдыха на свежем воздухе. Многие продолжили праздник шашлыком, где обсуждали, каких снеговиков будут лепить в следующем году. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Традиционный турнир памяти Василия Георгиевича Курова прошел в Устилимске среди ребят 2008-2010 годов рождения. Выявить сильнейших и посмотреть, есть ли будущее у нашего хоккея, пришли четыре команды мальчишек со своими болельщиками. Первый этап турнира проводился среди мальчишек с начальным уровнем подготовки. 25 марта состоится второй этап, но уже со старшими ребятами. Ожидается приезд гостей из Усть-Кута. Соревнования, посвященные основателю хоккея с мячом в нашем городе Василию Курову, организовываются силами местных тренеров. О собравшихся командах рассказал старший тренер по хоккею с мячом Дисушалий Сахимик Владимир Хударба. В этом году принимают четыре команды участия. Дисушали Сахимик команда, команда Сепска на отделении Уст-Илинск, команда поселка Неван тоже есть. И гости к нам приехали из тоже отделения Сепска на территории города Железногорска. Первыми на лёд вышли команды Невана и Лисохимика. Ребята выкладывались по полной, и их активно поддерживали родители и друзья, которые, несмотря на мороз, внимательно следили за происходящим на льду. Команды сыграли со счётом 2-2. Следом на лёд вышли Сепска на Уст-Илимск и гости из Железногорска. Ребята играли по круговой системе, где по наибольшему количеству набранных очков определится победитель. Хоккей в нашем городе существует давно, но огромный вклад в его развитие внёс Василий Георгиевич Куров. Хоккей был и до него, но он был на уровне города, допустим. А вот появился Василий Георгиевич Куров, значит, он поднял хоккей на уровень большой. То есть на хоккейной карте страны появился город Уст-Илим. То есть раньше был союзный масштаб, сейчас все российские, поэтому этот город и есть. Но сейчас единственное, что осталось в детском хоккее, потому что у нас взрослых команд нет. Просто как бы их было, хорошие времена были, что команда мастеров была здесь, и высшая лига была, и первая лига у нас тут была. Сейчас действительно только осталось вот маленькие детишки. Раньше наши выпускники старались задержаться в городе, принимать участие в соревнованиях. Теперь же они покидают наши края, сетуя на то, что нет примера, на который стоит ориентироваться. Будем надеяться, что в будущем это изменится и хоккей с мячом вновь будет на высшем уровне. Победителями турнира стала команда Железногорска, обыграв нашу Сипскана со счётом 3-1. Неван со счётом 5-0 и забив Лисохимику 6 голов. Самые сильные и ловкие увезли с собой кубок. Призёрам достались медали и сладкие призы от спонсоров. Традиции устилимского хоккея будут продолжаться в ваших успехах, ребята. Удачи вам и новых наград. Дарья Мозгалёва, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В турнире по шахматам, посвящённому Международному женскому дню, прошедшему 5 марта в Дю США Лисохимик, соревновались девочки до 14 лет. За тихой и напряжённой борьбой, порой доводившей участниц до слёз, следила наша съёмочная группа. Эти соревнования у нас традиционные, уже на протяжении 5 лет мы проводим, организаторы Дю США Лисохимик являются. Соревнования проводятся по группам, каждой группой по 5-6 человек по круговой системе. Финал выходит сильнейший, то есть по одному человеку. Руководить шахматными фигурами пришли девочки от 7 до 14 лет, всего 22 человека. Они представляют сборные всех школ города и Дю США Лисохимик, пока ещё не умеющие скрывать свои переживания юные шахматистки, то радовались победе, то до слёз расстраивались из-за поражения. Неравнодушных не осталось. За первые места девочки получили медали, остальные участницы были награждены дипломами и грамотами. Дарья Мозгалёва, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Если вы стали участником интересных событий или хотите поделиться своими проблемами или новостями, звоните к нам в редакцию. А на сегодня у нас всё. Я и мои коллеги прощаемся. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова